Итак, дорогие друзья, все, собираемся, собираемся, кто возле компьютеров, звоним друзьям, знакомым, все, все собираемся на урок Торы, будем изучать великую мудрость царя Соломона, величайшая мудрость, мудрейшего из людей царя Соломона. Значит, Яков Шатагин, первый в бейс-медраше виртуальном. Насчет семинара Яков, пользуясь случаем, говорю, это самое, Равбаум, это учитель наш, Рабейно, нельзя ставить меня перед учителем нашим. Вот он в рекламе поставил семинар, и типа, Яков Пиндусевич самый главный. Значит, поменять Равбаум самый главный, я от него учился, это вообще очень, ну, очень важно. Все, значит, сейчас мы продолжаем. Четвертая глава, четвертая, ну, четвертая глава, правильно, четвертый отрывок у нас сейчас. Четвертая глава, четвертый отрывок, и, значит, здесь, напомню краткое содержание предыдущих отрывков, оно все, примерно все о том же, что главное это Тора, и как Тора входит, и как сделать так, чтобы она управляла жизнью, чтобы она не выходила, и как с помощью Торы ориентироваться. То есть, это он прямо в предисловии сказал, ледаат, хохмау бина, левины, то есть, мы познаем мудрость. То есть, это очень интересно, можно мудростью пользоваться, а можно познавать мудрость. И тот, кто познает мудрость, он, естественно, ей сможет пользоваться. То есть, здесь у людей иногда бывает, что они умные, но это как бы вот случайно в них попали какие-то программы мышления хорошие, они от родителей узнали, там, логику развили, поучились тому-то. Но большинство людей профессионально не занимается выстраиванием своего мыслительного интеллекта, который выстраиванием своего мышления, чтобы оно хорошо работало. То есть, это может только тот делать, кто поднимается на уровень выше своего мышления. То есть, управлять можно извне системы. И когда человек начинает, он понимает, что мышление это мое, он поднимается на уровень своей души. И с уровня своей души он исправляет свое мышление. Это уже, ну, такой high level. То есть, это, в принципе, есть следующая ступень в развитии человека. И вот, значит, мы в четвертой главе, четвертый отрывок. Это самая высшая мудрость в мире. То есть, выше было только Машей Рабейну, царь Шломо, он не знал смысл заповедей о красной корове. А Машей Рабейну знал. Вот это была между ними разница. То есть, как раз сейчас была Парашат Пара. Мы изучали про красную корову. И я первый раз узнал очень интересную каббалистическую фишку такую, которую я не знал. Что когда читают, ну, вот эту главу отрывок о красной корове, красная корова очищала тех, кто был запачкан и затумляла тех, кто был чистый. И там Равин один, хасидский такой, он посоветовал, что когда перед чтением этой главы вспомнить о своих грехах и раскаяться. И тогда слушание этого отрывка выводит тебя из этого состояния. А если ты наоборот в этот момент садик, вообще Исо-де-Лам, стоишь шаба чистый, только шубу сделал до этого, она тебя вниз кидает. Ну, и даже это тоже хасидская традиция, потому что то, что тебя кидает вниз, это потом тебя может тянуть и вверх. То есть, это такая интересная вещь. Четвертый отрывок такой. Юрене, Вайомерли, Итмок, Дворай, Лебеха, Шмор, Митсватай, Вехье. Папа, это продолжает царь Давид. Вот царь Шломо от имени папы своего, он говорит, учил он меня, папа мой, да? Интересно, на английском переведено так, он инструктировал меня. Не учил Юрене, а именно инструктировал. Значит, царь Давид своего сына Шломо инструктировал. Любой папа, он инструктирует своих сыновей, как делать, дает им инструкции. Так дело, не так дело. У тебя вчера ночью летел из Израиля. Я помню, я своих детей инструктировал тоже, как надо себя вести. Я с детьми, но ехал. И так обычно мать с ними больше проводит времени. И тут я понял, что она им дает не те инструкции. Я их переинструктировал. Вот. Значит, а царь Давид учил царя Шломо. Учил он меня и говорил мне. И тут он ему говорил такую вещь. Итмок двора и лебеха. Пусть мои слова поддерживают твое сердце. Шмор ми сватай. Сохраняй мои приказы, мои заповеди и будешь жить. Что имеется в виду? Значит, мышление человека полностью автоматический процесс. Который, если ты его отпускаешь, он не останавливается. Но он работает на автомате, как, ну вот, даже не причина следственной связи, а набор случайных связей, которые переключаются вот так вот в зависимости от тысяч непредсказуемых факторов, которые идут изнутри и снаружи. И вот человек на секунду, он только расслабился, тут его звук переключил внимание. За звуком пошла ассоциация, что он значит. За ассоциацией пошла другая ассоциация, и тут же переключил новый звук. И мышление вот так вот скачет. За одну секунду можно побывать мышлением в Африке в прошлом 8 марта, на следующий Новый год, в Америке вспомнить небоскребы, подумать, что чешется левая нога. Через 3 секунды наблюдать за лампочкой, думать, мне надо лампочку купить. Тут зуб заболел. То есть вот так вот идет мышление у человека полностью хаотично. Теперь царь Давид ему говорил, что если ты хочешь управлять своим мышлением, так ты должен фокусировать свое внимание на том, что для тебя важно. То есть на моих словах. То есть учись, фокусировки внимания. И он ему говорит, итмох двора, держи мои слова, то есть поддерживай мои слова. Значит, держи шмор, держи, это тоже на английском переводится, tip my commandments and do your life. Держи, поддерживай мои заповеди. То есть человек Торы, чем он занимается? У нас же написано, мы говорим два раза в день, два раза в день мы говорим, шмай сраэль. В эдибарта бам, и будешь произносить слова Торы. Бам это бэй, это бэд, бэрэшит барай лаким. Бэд это первая буква письменной Торы. Мэм это мэй ма тай кури мшма, это первая буква устной Торы. То есть нам дается прямой приказ, чтобы мы и ложась, и вставая, находясь дома, сидя в дороге, чтобы мы поддерживали у себя в мышлении слава Бога. Тогда ты будешь как бы такой, как интересно, сейчас я только понимаю, что смысл Торы это стать пристанищем Бога в этом мире. Как ты можешь стать пристанищем Бога в этом мире? Значит через то, что ты мыслишь мысли Бога, Тора это мысли Бога, и тогда твои действия тоже они полностью подчинены Богу. Значит для этого нужно удерживать это в своем сознании, слова Торы, и тоже в шмай сраэль мы два раза говорим, чтобы не забыть, это самая частая молитва, такая декларация, утром и вечером ложась и вставая, надо это повторять, чтобы точно это рулило твоей жизнью, твоим мышлением. Там написано так, И не будете вы следовать за своими сердцами, за своими глазами. Сердце это мышление, вот это автоматическое перечелкивание глаза, это внешний мир. И то есть нам вначале говорят, что мы должны делать, мы должны быть сосредоточены на Боге и думать в мысли Бога. Теперь, и нас в конце предупреждают, не следуйте за своими сердцами, за своими глазами, за которыми вы за ним, то есть вы изменяете Богу через вот эти две вещи, сердца и глаза. То есть это специально так устроено, чтобы была возможность побеждать вот это вот рассеянное внимание, дистракшен, это на английском называется, рассеянное внимание и интераптин, и прерывание. То есть тебя все время что-то прерывает. Дистюрбит. Дистюрбит, это мешает и перерывает тебя. Понятно, да, как это работает? Теперь, что мы должны делать? И дальше в их я, и будешь жить. Что значит будешь жить? Жизнь вечная, она дается только, только Бог вечный. И чем больше ты соединяешься с Богом, тем более ты соединяешься с жизнью. То есть он источник жизни. Поэтому через заповеди и через слова Тора, когда ты себя отождествляешь с ними, кто я, это тот, кто выполняет заповеди Бога, кто я, это именно та часть меня, и есть я, который выполняет заповеди Бога, то ты через это ты соединяешься с Богом. То есть это, и это будет жить. Только это и называется путь жизни, потому что все остальное ты соединяешься со смертью, и думая о чем-то другом, ты все время соединяешь себя с тем объектом, о котором ты думаешь. Думаешь о стакане, значит ты стакан. Через 10 минут мусор. Да, через 10 минут мусор, правильно. Понятно, да, идея? Теперь дальше пятый отрывок. Нам говорит Сарь Шлома следующая вещь. Кне хохма, кне бина. Он говорит, то есть человек приспособлен в этом мире, как бы его такая прошивка, инстинкт, это приобретать, приобретать, то есть делать теньонем, да, то есть то, что ты приобретаешь, то, что становится тобой. Так он говорит, не занимайся приобретением там вещей, или приобретением чего-то. Приобретай хохму, приобретай божественную мудрость. Она всегда с тобой. То есть хохма, это как свет, то есть ты попадаешь в другой мир, и именно только хохма, только божественная мудрость дает тебе, божественное знание дает тебе безопасность, интерес, радость, любовь, ну все, жизнь, вечную жизнь, обычную жизнь. И он говорит, занимайся, если ты уже хочешь что-то приобретать. Кне хохма, приобретай хохму, божественную мудрость. Кне бина. Что такое бина? Бина это логика, качество мышления, когда ты начинаешь понимать, давар, меток, давар. То есть ты начинаешь разбираться в причинно-следственных связях, по которым работает этот мир, и ты, значит, начинаешь. Ага, что бы это значило, что бы это значило, а если так. Ну то есть ты начинаешь как бы разбираться, приобретя хохму, божественную мудрость, дальше ты начинаешь уже из нее делать выводы, и ее использовать, присоединяя ее к своим действиям. Аль-тишках ва-аль-тат мим-рай-пи. Он говорит, и не забывай, и не сворачивай от моих слов. Значит, это Бог говорит так, что есть два способа уйти от Торы. Ну, от Бога. Первый способ это просто забыть. Человек просто тупо, он забывает, кто он, что он, зачем он пришел в этот мир. Он просто уходит в автоматическое какое-то движение, и он полностью даже себя забывает. Большинство людей живут в этом вот забытии. Они все время, где-то они бегают в режиме вот такого вот реагирования. Да, здесь, тут проблема. И они в этом во всем варятся, варятся вообще даже на секунду, не осознавая вообще, что с ними происходит. Вообще, не чувствуя вот это здесь и сейчас, не находясь в настоящем времени, а все время в такой растяжке. Вот что будет, вот что было, вот что будет, вот что было. Вася сказал, Петя сказал. А Вася сказал, что Петя сказал, что Маша сказала. И вот эта вся пустота, разбавленная бредом, направленным из СМИ, значит, и все, человек живет вот в таком вот ватном тумане непонятном, который его расстраивает, если бы он хоть был счастливый, было бы понятно. А он вообще же не счастливый. И это заставляет его забыть. Даже если он знал Тору, он уже понял, зачем жить, ради чего жить, как жить, как выполнять заповеди, он может это забыть. Это первый способ. Второй способ, он говорит, в альтатной Европе не сворачивает, с моих слов. Есть люди, которые осознанно сворачивают. То есть они говорят, так, ладно, вот значит правильная жизнь. Да, она правильная. Но каких-то острых ощущений в ней нет. То есть в ней нет никаких вот таких вот мыльных опер, переживаний. То есть ты живешь просто, хорошо, спокойно. Встал, спокойненько, там чуть-чуть подвигался для здоровья, потом помолился, например. Брахот сказал, каждый день одно и то же. Вот что дает человеку стабильность, это Тора. То есть у тебя каждый день одно и то же. Проснулся, один ритуал. Утреннее благословение, шахарит. Твилинсу, шаббат. Значит шаббат, седьмой день, каждый раз все равно одно и то же. Три трапезы, утренняя молитва, дневная молитва, вечерняя молитва. Спели песни, одни и те же песни. Вообще всю жизнь ты поешь, поем в пятницу вечером, ты поешь всю жизнь одни и те же песни. Единственное разнообразие, ты можешь менять мелодии. То есть ты можешь иногда менять мелодии, но слова не меняются, порядок, песен не меняется, мелодия чуть-чуть, да, можно поменять. И всю жизнь так. Вот как ты начал в синагогу ходить, там в три-четыре года, и всю жизнь ходишь. И многие говорят, слушай, ну это как бы скучно, это очень скучно. Но одно и то же, представь, всю жизнь одно и то же петь, одно и то же говорить, одно и то же есть, и одно и то же Тора учить. То есть, в принципе, если ты учишь по одному листу Талмуда в день, то ты за 7 лет проходишь весь Талмуд. Потом опять весь Талмуд, опять весь Талмуд, опять весь Талмуд. Хумаш, недельные главы, пяти книжек, ты проходишь за год по кругу. Праздники одни и те же, каждый год одни и те же. Одна и та же, Рошашина, один... И есть люди, которые говорят, все скучно, и они от этого уходят. То есть, они уходят, и Бог предупреждает. Он говорит, приобретай хахму, приобретай бину, не забывай и не сворачивай с моих слов. Вот два способа, забыть или свернуть. Теперь, и он говорит дальше, Он говорит, не оставляй Тору, и она будет тебя охранять. Люби ее, и она будет тебя защищать. То есть, еще сильнее будет защищать. То есть, первое, он говорит, смотри, если ты думаешь, что ты ее оставишь, и тебе станет легче, или интереснее жить, ты ошибаешься. Интереснее жить не станет, и легче жить не станет. Потому что написано в Пертьево, тот, кто микабелила в культурам, тот, кто принимает на себя ярмоторы, с того снимает ярмо пропитание и бремя властей. А тот, кто снимает с себя ярмо Торы, на того одевают ярмо пропитания и бремя властей. Я знал много людей, которые сбросили с себя ярмо Торы. То есть я в 26 лет пошел в Яшиву учиться. И проучился я в Яшиве, в Колеле учился. Потом я начал преподавать Тору, потом я начал работать. Но сейчас я тоже продолжаю и учиться, и преподавать Тору. И я просто нахожусь одновременно вот в этих двух мирах. Мир Торы и мир людей, которые вообще далекие от Торы. То есть бизнес-тренинг я провожу, честно говоря, 13-го для Мастеркард. Я уже много-много лет работаю руководителем самых крупных банков. Вот у меня сейчас будет один из самых крупнейших банков. Опять они заказывают тренинг для всего топ-менеджмента. Хотят по углям пройти, чтобы я их зарядил. То есть я так Мастеркард заряжаю в банке, что они в Украине уже в два раза обогнали визу. Вот за те годы, что я с ними работаю. И я общаюсь поэтому с разными абсолютно людьми. Я могу сказать, что в мире Торы забот меньше. Там скучнее, там однообразнее, там у тебя реально однообразие все время. Но как только ты выходишь из этого мира Торы, ты попадаешь в мир непредсказуемый, в котором головника столько, что капец. И те, кто думают, что им будет веселее, веселее не будет. То есть будет просто ярмо заботы о пропитании и бремя властей. То есть как только ты уже о пропитании, казалось бы, перестал заботиться. Вот есть люди, которые там, они разбогатели. И тут же на них бремя властей. Сразу налоговая. Всякие там, ну, до определенного уровня ты зарабатываешь, и тебе нужно только заработать. Как только ты вышел на этот уровень, тебе нужно только сохранить. И головняк от сохранения, он намного больше, потому что человек больше боится потерять, чем хочет заработать. И у него страх потери, он его съедает, а потери неизбежны, потому что, ну, плюс марбе не хаси, марбе да ага. То есть ты умножаешь имущество, умножаешь заботу. У тебя много вот все разбросано. И поэтому лучше, как сказал царь Соломон в Куэлите, в Экклезиаске, тоф каф нахад. Лучше одна пригорожня, но бы нахад, это как бы, ну, спокойно, чем млох афнаем, чем две охапки. Но бы амаль выберу труах. Но с огромным трудом и с огорчениями. То есть поэтому гнаться за двумя охапками нет никакого смысла. И здесь он говорит, что, значит, не оставляй Тору, и она тебя будет охранять. И люби ее, если ты будешь с любовью относиться к тому, что ты делаешь, те же броход и целая книга, вот я сейчас начал изучать книгу Раф Пинкус про Тфилу. И там каждое слово, когда ты делаешь с каваной, то это нет те же слова, что ты произносишь каждый день. То есть ты можешь их произнести так, и ты можешь там моде, и тебе жух открывается, там такая 3D голограмма такая в этом моде-слове. Вообще не скучно. Они, и у тебя в слове они жух. Потом ты уже прошел уровень вот этого глубокого понимания. А там же Дематрия еще есть, там же еще есть Каббала, и ты можешь раскрыть моде в цифровое значение этого слова и увидеть, как оно там идет в миры. Но там есть уровни. Да. Теперь дальше. Значит, поэтому он говорит, люби ее, и она будет тебя тогда еще сильнее охранять. Значит, сейчас мы смотрим, сколько уже сегодня. 18 минут. И давай еще, может быть, один, седьмой отрывок. Давай седьмой отрывок еще мы пройдем. Значит, седьмой отрывок. Катя Малко-Лютикова смотрит нас. Ура. Катя Малко-Лютикова. Запомни эти слова. Не оставляй ее, и она будет тебя охранять. Люби ее, и она будет тебя protect you. На английском переводе, у меня есть перевод, что guard you, как bodyguard. То есть она будет тебя вначале, если ты ее не оставишь, она будет как bodyguard твой, она тебя будет охранять. А если ты ее будешь любить, love you, and she will protect you. Она будет тебя от всего protect, то есть охранять. Понятно, да? Катя Малко. Хорошо. Теперь седьмое. Решит хохма, кне хохма. Вначале он говорит, божественной мудрости, приобрети вот эту мудрость божественную. То есть дальше. И во всех твоих приобретениях приобретай бину, приобретай логику. Бина это понимать вещь из вещи. Значит, что это значит? Тут интересно, без Малко-Лютикова вообще не поймешь. Значит, есть хохма. Хохма это аксиома, божественная мудрость, которая пришла от Бога. Так он говорит, решит хохма. В первую очередь была хохма. То есть если все в этом мире есть причина, следственные связи, то у хохмы нету причины. Когда говорят, а, понятно, креветки нельзя, потому что там было жарко, или потому что они что-то не то едят, или свинину нельзя, потому что там было жарко, или обрезание надо делать, потому что это красиво. Нет, вообще нет. То есть божественная мудрость, у нее нет причины. Ее причина – Бог, который непостижим. И в начале хохмы есть только хохма. То есть она сама по себе является аксиомами, которые не надо... Она есть причина. Она есть причина, которой не надо понимать, ее надо принять. То есть есть некая модель мира, которую человек принимает. И дальше, если он был нерелигиозный, он не знал Тору, тогда к нему приходит Тора, он говорит, объясните-ка мне, почему. А ему говорят, не надо, мы тебе не будем объяснять, почему. Это Бог сказал. Ты объясни, почему ты смотришь Олимпиаду. Если мы копнем, так мы найдем, что ее придумал Пьер де Кубертен, какой-то сумасшедший француз, который, ну вообще... А вот почему ты смотришь Олимпиаду. Или почему ты ее смотришь? Да потому что тебе ее показывают. Потому что люди, которые вкладывают бабки, им важно, чтобы ты смотрел Олимпиаду и пошел купил себе третий спортивный костюм и пятые кроссовки. И чтобы ты конкретно, когда ты смотришь футбол, чтобы ты видел пиво Карцберг, да, там, и шел и покупал это пиво. Вот почему ты смотришь Олимпиаду. А почему Тора, тут не надо тебе доказывать. Бог дал Тору. То есть ты принимаешь аксиому, а дальше, когда ты уже приобрел эти аксиомы, то есть у тебя есть изначально вот эти вот основы правильные. Ты знаешь, что такое добро, что такое зло, что можно, что нельзя. То есть когда ты выстроил, вот приобрел, встроил в себя вот в эту операционную свою систему восприятия себя и мира, когда ты встроил в себя Тору, решит хохма, кне хохма. А вначале ты приобрел, вначале прежде всего должны быть правильные аксиомы. Потому что если человек идет в неправильном направлении, не важно, как быстро он идет, насколько он качественно подготовился, как он собирает рюкзак, не важно, он идет не в том направлении. Поэтому те люди, которые слишком упирают на детали, они, ну то есть вначале нужно понять, а куда ты идешь, зачем ты живешь вообще, твоя, ну вот, мировоззречесть и основы. А потом, когда ты уже приобрел хохму, тогда ты приобретай бину, научись пользоваться, и тогда это речь идет о бине. Бина это миндовар, миндовдовар. Понимать вещь из вещи, это бина. То есть ты тогда ее можешь везде использовать. Во всем остальном работают причины следственной связи. Если человек там упал, споткнулся, что-то с ним не то происходит, этому есть причина. И причина она в Торе, в хохме. То есть ты должен от обратного, ты всегда можешь копнуть и найти корень в Торе. Потому что написано, если Исурим и Ди или Адам, если пришли Исурим, страдания к человеку, проверить свои дела. Ифашвешбумасав. Должен он проверить свои дела. Что я не так сделал, что мне в итоге есть страдания. Проверил и не нашел. Он проверил, проверял, проверял, все правильно делал. Значит, Этлаба Лему Тора привязать должен эти страдания к Лему Ду Торе. Или то, что он не нашел, свидетельствует, что он не знает просто основ. Он думает, что он все правильно делает. Я знаю несколько очень религиозных людей, которые каждым словом кого-то обижают, а не каждым словом кого-то, ну там, Лошонара, страшные вещи, да? Лошонара – это когда ты кого-то даже правду, но ты говоришь вещи, которые позорят другого человека. Ну и так далее. То есть они там, нарушение на нарушении, и при этом у него неприятности. И когда ты говоришь, а может, ну, как бы, нужно посмотреть на дела, он говорит, на мои дела посмотреть, он говорит, ты что, я вообще цадик, я полный цадик, я вообще, чтобы я что-то плохое сделал. И это все негодяи. И начинает тут же, то есть даже сам вопрос вызывает у него, ему такой вопрос нельзя задавать, потому что, когда ты задаешь вопрос человеку, который говорит Лошонара, ты провоцируешь его на то, что он еще больше скажет про кого-то, Лошонара. Вообще непонятно, что с этими людьми делать. То есть они как бы в тупике, в таком, да? Поэтому нам говорится, значит, если пришли Исурим, значит, проверь свои дела, бина, понять вещи из вещи. То есть ты их начинаешь раскапывать. Не нашел, не смог раскопать. Значит, ты не знаешь Тору. Значит, что-то у тебя есть в самой системе координат, вот в это вот, первый твой тиньян, первое приобретение хохмы, Исудот, основа, аксиом, значит, ты работаешь в какой-то неправильной системе. Потому что, по идее, если человек идет по Торе, он должен быть счастлив. То есть это прямо Бог нам обещал конкретно. Он нам обещал, хотя написано, что мы не знаем, почему иногда страдают праведники и иногда преуспевают злодеи временно. Но при этом нам написано, что точно мы знаем, что есть награды за заповеди, есть наказание за преступления. И при этом мы точно знаем, что тот, кто принимает на себя ярмо Торы, с того снимает заботу о пропитании, бремя властей. И вмешиваем мы учили, что она будет излечением для твоего живота, она наполнит твои кости. То есть, все нам Бог, все хорошее пообещал. Все. Поэтому поучились. Сейчас идем повторить. Там есть ссылочка, надо все, что выучили, еще раз повторить, сделать для себя выводы. Потому что, вставить себе в голову новые мысли, новое мышление, это процесс. Это процесс. И нам, перте вот мудрецы объяснили, напоминаю, как надо учиться. Тот, кто аломет, альманат лиламет, тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому помогают выучить и обучить. Поэтому то, что вы для себя подчеркнули, как важные мысли, надо обязательно кому-то рассказать. Тот, кто аломет, альманат лиламет, тот, кто учит, чтобы начать делать, тому тому с неба помогают и учить, и обучать, и сохранить, и сделать. Поэтому сейчас порядок такой. Выделите для себя те мысли, которые вы хотите, чтобы они стали вашими. Обучите этим мыслям кого-то, напишите пост, расскажите кому-то, вслух, руками, ну, кому-то передайте эти мысли. И третье, сделайте сразу что-то, что соответствует вот этим вот словам Торы, которые вы хотите в себя внедрить. И с Божьей помощью будет на вас благословение, во всех хороших делах. Все, удачи, успехов, прекрасного дня, и хорошей недели. Шавотов. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова